Рост заболеваемости ОРВИ ставит рекорды. За последнюю неделю количество заболевших увеличилось более чем на 44%. В связи с этим на карантин в Лотоусте были закрыты все школы, учреждения среднеспециального и дополнительного образования. Специалисты уверены, одной недели карантина не обойдется. В школе номер 8, как и во всех других, сегодня тихо. На работе только педагоги. Утром провели совещание, чтобы определиться, как не отстать от школьной программы. Было решено раздавать, а затем их проверять с домашних заданий через систему «Город». У каждого школьника и родителя есть пароль для входа в неё. Поэтому в 8-й школе уверены, таким образом удастся дистанционно обучать детей. И главное – не продлевать учебный год за счёт каникул. Нет, я думаю, что учебный год мы не имеем права лишать детей ни каникулы, ни продлевать учебный год. Поэтому всё мы должны сделать так, чтобы программа была выполнена, то есть скорректировать её грамотно. Домашние задания будут выставлены для детей, будут проведены консультации каждый день с 10 до 12. Значит, те темы, которые дети могут изучать самостоятельно, будут даны рекомендации и планы, как это делать. Поэтому наши дети не останутся без внимания. Карантин в Златоусте установлен до особого распоряжения пока на неделю. Но специалисты Роспотребнадзора практически не сомневаются – срок будет продлён. Ведь за последние семь дней число заболевших школьников превысило среднемноголетний показатель более чем на 179%. Всего же в Златоусте на больничном около 2500 человек, 800 из них – школьники. Однако, несмотря на эпидемию, диагноз «грипп» пока не поставлен никому. Продолжение следует...